Должность президента Татарстана переименована в Раиса. Передают ведомости, кто же такой Раис. И почему жителям так важно, как называется первое лицо в республике. Напомню, Татарстан до последнего времени был единственным регионом, где был свой президент одновременно с президентом страны. Подробности в материале моего коллеги Михаила Шевелева. Вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. 6 августа 1990 года Борис Ельцин повторяет в Уфе слова, сказанные накануне в Казани. Спустя три недели Верховный Совет Татарской АССР провозгласит декларацию о государственном суверенитете. В следующие несколько лет Татарстан действительно будет стараться проглотить как можно больше. В 92-м в республике и вовсе проведут референдум о самоопределении. Вопрос, на который большинство избирателей ответят утвердительно, будет звучать так. Согласны ли вы, что республика Татарстан – суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров? Спустя 30 лет представить такую формулировку невозможно, но тогда «за» проголосовали больше 60% пришедших на участки. В Татарстане установили верховенство республиканских законов над федеральными. Власти региона получили, среди прочего, возможность самостоятельно распоряжаться собственными природными ресурсами, а не отправлять всю выручку в Москву. Однако с приходом Владимира Путина в Кремль самостоятельность регионов, в том числе и Татарстана, стала ослабевать. Окончательно полномочия местных властей уравнялись с положением их коллег в соседних регионах с уходом первого президента республики Ментимира Шаймиева в 2010-м. В первые годы, пока там сидел Митимир Шаймиев, федеральные власти у него, конечно, отбирали полномочия потихонечку, как они отбирали у всех регионов. Но я думаю, что с уходом Шаймиева, когда ушел Шаймиев, там уже говорить о каком-то особом статусе Татарстана, о том, что там что-то прям, какая-то вот своя жизнь, не приходится. Конечно, он был абсолютно включен в вертикаль власти, и у местных элит остались только те полномочия, может быть, даже только те привилегии, которые Путин соизволил им оставить. И все же символические признаки региона на особом положении Казань сохраняла. Более того, местные власти боролись за них. Так, после переименования должности Рамзана Кадырова в главу Чечни, Татарстан остался единственным в стране субъектом, сохранившим президента. Вопрос о переименовании главы Татарстана поднимается почти ежегодно последние 12 лет. В конце 21-го года российский парламент принял закон о реформе системы власти в регионах, в частности, окончательном упразднении должности президента на местном уровне. Тогда Госсовет Татарстана единогласно выступил против законопроекта. Угрожающие федеративным основам государства изменения нас, конечно, беспокоят. Говоря откровенно, в последние годы название нашей страны и так стало не соответствовать ее сути. Те, кто предлагает эти изменения, замахнулись на ее последние символы. Ментимер Шаймиев, к тому времени уже давно не глава республики, но по-прежнему один из самых влиятельных людей региона, тоже не согласился с федеральными парламентариями. Президентство Татарстан оправдывает. Да, может быть, многим республикам кажется, ну, не то, что кажется, это, откровенно говоря, действительно гордость. Сохранился такой статус. Мы, я считаю, что отвечаем, соответствуем, вернее, к этому статусу. Год назад президента в Татарстане сохранили, однако сегодня в парламент республики внесен законопроект о переименовании должности в Раиса, с арабского глава. Вступит в силу это решение, когда руководитель региона будет переизбран. Нынешний президент Рустам Миниханов свой статус сохранит, а потому призывает депутатов Госсовета не протестовать. К сожалению, наверное, и моих усилий было недостаточно, и наши депутаты. Мы, конечно, не смогли отстоять, чтобы это было наше право, как назвать. То есть у нас есть глава, губернатор, мэр, чтобы вот этого не было. Но здесь, конечно, не получилось. Но вторая часть, она позволяет нам назвать руководителя республики. Я думаю, что наше право дальше не каким-то протестным путем, а законодательным путем эту позицию отстаивать. Впрочем, несмотря на возмущение депутатов Госсовета, речи о какой бы то ни было самостоятельности Татарстана не идет. Теперь и символической. Никакой борьбы республики Татарстан за суверенитет в последние годы не было и близко быть не может. Татарстан абсолютно точно такой же субъект федерации, как и любой другой. Управляет им путинский назначенец. То, что господин Миниханов, так сказать, татарин, имеет отношение к региону, это хорошо имеет. И что? Что делает его менее путинским назначенцем, чем любого другого? А к нам присоединяется политолог Абаз Галямов. Мы поговорим об особом статусе Татарстана. Абаз, здравствуйте. Я вот, кстати, вас не слышу. Вы сейчас говорите мне здравствуйте, а я вас не слышу. А вот включите звук Абаз, пожалуйста. Ну что, я не слышу Абаза Галямова. Сейчас, надеюсь, мы можем его перенабрать. Да, вот все слышно теперь. Итак, я хотела вот о чем спросить. Почему это оказалось так важно? Почему столько лет, столько времени сопротивляется Татарстан вот именно в этом конкретном пункте? Ну, это же вообще абсолютно символическая штука. Почему это такая точка упорства, упрямства и бесконечного сопротивления? Ну, а в политике символы эта штука очень важная. В конце концов, чем занимается сейчас Россия в Украине? Ну, ведь с точки зрения реальных интересов страны мы-то с вами понимаем, что там нет ничего. Но там полно символизма. Вот этот наш имперский статус старшего брата и вольного навязывать свою волю, имеющего право навязывать свою волю младшим братьям. Значит, величие страны, ее армии, значит, Путин как сильный лидер страны, которая встала с колен и, значит, вольна сама определять свой курс, ни с кем не считаясь, то есть делаю, что хочу. Да, вот это все в символическом пространстве лежит. Татарстан на самом деле с первого дня, когда Путин пришел и начал пытаться, значит, собирать страну, то, что они тогда называли, занялся вот той централизацией, которая стала, по сути, главным содержанием, проводимой им на протяжении 22 лет политики. Татарстан сопротивлялся, значит, он сопротивлялся дольше всех, эффективнее всех. Ему было что терять. Надо понимать, что вот в отличие от всех других национальных республик, да, там та же соседняя Башкирия, в которой я много лет проработал, вот именно в Татарстане сложилась действительно такая, знаете, уникальная модель. Там элиты такие особенные. Там, я бы сказал так, она, с одной стороны, модель авторитарная такая, автократическая, безусловно, в ней очень мало демократии. Но при этом это абсолютно такая модерновая штука. То есть вот в России тоже автократии хватает, да, или в соседней Башкирии, например. Но там и в России на федеральном уровне Путина, и там, значит, и в Башкирии в соседней, да, с которой Татарстан постоянно сравнивают. Там вот эта вот автократия, авторитаризм, они носили такой, они ввергали свои территории, свои населения в архаику. А в Татарстане это было то, что называется авторитарная модернизация, знаете, что-то в духе Лик Ван Ю, там, значит, сингапурского, да. Значит, поэтому Татарстан, благодаря суверенитету своему, он действительно очень эффективно развивался, и качество жизни там в значительной степени выше, но непропорционально высоко по сравнению с другими регионами страны, которые, значит, если можно так выразиться, ну, сопоставимы, обладают сопоставимым потенциалом с точки зрения экономики, населения там и так далее. Да, вот, ну, то есть объективных характеристик. Значит, то есть Татарстан, он, этот суверенитет сумел использовать, свой суверенитет сумел использовать, в том числе и в значительной степени во благо собственного населения. Значит, и им есть что терять, им было жалко терять вот все это, да, поэтому они до последнего сопротивляются, а сейчас они, значит, просто фиксируют вот то, что, смотрите, мы не прогнулись, то есть до вчерашнего дня, вчера вот последний рубеж обороны у них был, да, комитет, то есть перед тем, как вынести законопроект на пленарку, комитет все-таки высказался против этого законопроекта, да, и это публично разошлось. То есть они до последнего обозначают, что мы против, что мы сопротивляемся, мы фрондируем. Они, на самом деле, смотрят в будущее, они понимают, что вот эта путинская сверхцентрализация, она настолько всех достала, антимосковские настроения в стране настолько сильны, что у нас впереди ждет мощная волна децентрализации. Вопрос года, двух, трех, нескольких лет. И это будет что-то вроде конца 80-х, начала 90-х. И татарстанские элиты это понимают, и они пытаются, демонстрируя вот эту фронту до последнего, да, свои несогласия, даже сегодня Менихана, в принципе, демонстрирует, что он недоволен происходящим, да, хотя и складывает оружие, так сказать, у ног Путина, да, не могу, ну, ресурсов сопротивляться нет, да, но восторгов не выражает по этому поводу, в отличие от Кадырова того же, например, да. И тем самым они закладываются на будущее, они понимают, что в момент, когда общество востребует резко децентрализацию, а в Татарстане, ну, эта волна будет чрезвычайно мощной, потому что вся эта путинская централизация, конечно, людей раздражает. Значит, причем, вот, как человек знакомый с местной социологией, скажу, что не только татар, да, но и представители других этнических групп, в том числе и русских, да, даже для них суверенитет Татарстана в значительной степени, значит, ну, вот, то, что они ценили, да, то, что мы чем-то отличаемся от других, мы чуть-чуть лучше других. И вот этот негатив, связанный с этой сверхцентрализацией, с вот этим демонстративным втаптыванием, так сказать, вот все вокруг рабы, и вы будьте рабами, да, значит, вот это все, конечно, приведет к резкому всплеску антимосковских настроений, сепаратизма, проще говоря. И удержаться на плаву в этот момент смогут только те элиты, которые, знаете, ну, которые продемонстрировали, что они тоже сторонники суверенитета, да. То есть если вы, как коллаборанты, так сказать, сдали суверенитет, то когда начнется рефедерализация, там, идите к черту, да. А так у них получится, появится возможность, примерно как это было у многих первых секретарей, значит, республиканских, ну, союзных республик, да, когда Советский Союз распадался, первые секретарей местных компартий, они стали же первыми президентами, значит, вот этих, они возглавили вот эту борьбу за суверенитет и стали первыми президентами независимых стран, значит, бывших на территории бывшего советского пространства. И вот элиты Татарстана, они сейчас, в принципе, готовятся вот к этому будущему, они готовятся к этой же роли, они, в принципе, не хотят уходить, они все-таки политически субъектны, они свою субъектность демонстрируют. А что изменилось? Вот он называется сейчас президентом, а с момента следующего срока, хотя, наверняка, это будет опять Миниханов, что-нибудь придумают, он будет называться Раисом. Но это все равно отдельное название, показывающее на отдельный особый статус Татарстана. Как бы вокруг чего торг? Неужели только вокруг и название? Ну, в данном случае только название, но название, в это название вложено слишком много смыслов, слишком много эмоций. Это последнее напоминание о той сладкой эпохе 90-х, когда Татарстан, значит, платил налоги в федеральный центр, но только в том объеме, в котором сам считал нужным, в который, во время, когда будущее местной нефтяной промышленности, нефтедобыча, нефтепереработки, например, нефтехимии, определялось, значит, решениями республиканского руководства, а не тем, кто к Ельцину там зайдет и, значит, с ним и с его окружением, и с федеральных олигархов договорится. И, соответственно, люди помнят, что в тот момент выживать в Татарстане было намного легче среднему жителю, чем, значит, жителям соседних регионов страны. Да, и вот это воспоминание и надежда на то, что мы все-таки какие-то чуть-чуть другие, то есть мы все-таки не рабы, вот, все это, все эти эмоции с этим связаны, вложены вот в это слово, поэтому тут и центр закусился, потому что, строго говоря, о чем Путину там, ну, какое для него это имеет значение. С точки зрения реальных, рациональных его интересов, это вообще абсолютно такая ненужная история. То есть он, в принципе, против себя целый регион настроил. Значит, он, в принципе, заложил мину, вот, используя уж избитое выражение, но в буквальном смысле слова он заложил мину под Нижнюю Россию. Вот. Ради чего? Да просто потому, что когда-то Сурков его убедил, что так надо. Сурков просто в тот момент, ну, заигрался, ему делать нечего было, просто вот он придумал себе развлечение такое, да, отдавая еще и Башкирию с Татарстаном, значит, в грязь в том, чем они два последних региона, где вот оставались, значит, президенты. Потом Кириенко, поскольку он когда-то, в начале 2000-х, когда Путин только пришел, именно Кириенко возглавлял процесс торга с Татарстаном и Башкирией, он тогда был по предам президента в Центральном федеральном округе. А тут он главным по политике был, да, и для Кириенко это было, ну, то есть он человек мстительный, в принципе, он помнил, что когда-то об него и Шаймиев, и Рахимов вытирали ноги в буквальном смысле слова, то есть, ну, они не считали политическим субъектом, они торговались напрямую с, значит, с руководством администрации президента, с самим президентом, да, но не с его полпредом. И Кириенко затаил, значит, ну, вот обиду на них, это совершенно очевидно. И он начал эту тему подогревать. И там по языкам, по преподаванию национальных языков в школах, он тогда, только придя к власти, ну, став первым замом главы администрации президента, возглавив внутриполитический блок, пропедалировал вот эту тему, чтобы, значит, заставить республики убрать преподавание национальных языков в школах в качестве общеобразователя. Аббас, у нас пропадает звук Аббаса Галямова, который рассказывает о подоплеке вот этих вот борьбы с якобы сепаратистскими настроениями на территории Российской Федерации, вот это вот имперское давление России на те регионы, которые хоть как-то сохраняли хоть в чем-то какой-то дух свободомыслия, вот это вот собственное представление о том, как нужно называть, например, своих глав регионов. Даже это не давали, не дали до сих пор сохранить. Фактически, последнюю какую-то вот такую особенность Татарстана, фактически, уничтожили, лишив Мениханова права называться президентом. Вот сейчас на уровне региона было решено, что со следующего срока глава региона будет называться Раисом, такое арабское слово, человек, который будет возглавлять. Вот регион будет называться тоже особенным словом. То есть не так, как все остальные, а вот по-своему. И все равно, таким образом, акцентируя внимание на то, что Татарстан не такой, как все остальные. И он имеет право и на собственное наименование главы региона, и на какую-то специфику управления, и на право как-то развивать свою экономику именно ему ведомым путем. И это все было очень успешно в Татарстане. И вот мы это обсуждали с Аббасом Галямовым, политологом, который ориентируется в этой ситуации внутри Татарстана, потому что действительно Татарстан был всегда не такой, как все. Итак, пришел список вот прямо в эти минуты. Пока мы разговаривали с Аббасом Галямовым, появился список новых иноагентов. Итак, Анастасия Николаевна Жвик, правозащитница Светлана Алексеевна Ганушкина, журналист Глеб Валентинович Пьяных, это ТНТВ он вел программу «Максим». Андрей Владимирович Колесников, ну, как я понимаю, это все-таки политолог Колесников, автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество». «Антикоррапшн фаундейшн инг», «Феминистское антивоенное сопротивление». Тут, наверное, имеет смысл позвонить. «Феминистский Сиренко», которая занималась ФАСом, «Феминистское антивоенное сопротивление», «Общественная организация Роскомсвобода». Ну, в общем, вот единственное, чем, наверное, этот список в этот раз отличается, пока не законченный список, как я понимаю, это еще не все иноагенты. Не очень пока понятно. Сначала обычно выдаются списки иноагентов, которые считаются иноагентами СМИ, а потом иноагентов физлиц. И вот в сегодняшнем списке я не вижу как раз наших коллег по телеканалу «Дождь». впервые за уже несколько месяцев в списке иноагентов нет никого из журналистов «Дождя». Но мы смотрим, как этот список расширяется. Обычно его выкладывают в двух, что называется, версиях. И, в принципе, можно сказать, что уже почти все наши спикеры в какое-то разное время вошли в этот список. И обычно этот список говорит только очень хорошо о людях, как о профессионалах, как о людях независимых, как о людях свободомыслящих, известных своими антивоенными взглядами. И, в общем, примечательный список. И сейчас мы продолжим разговаривать с политологом Абасом Галямовым. А пока я хотела бы вам напомнить, что вы смотрите телеканал «Дождь», программу «Здесь и сейчас». И можете к нам присоединиться с помощью лайков. И вы знаете, чем больше лайков, тем больше зрителей, в принципе. И не забывайте про помощь донейшенами. Ну и, конечно, хочу вам сказать, что такой пятничный фактор появления этих списков иноагентов. Вроде бы уже это не очень важно, но все равно мы следим и ведем такую историческую хронику, как людей стигматизируют, объявляя их иноагентами. Но к нам возвращается политолог Абас Галямов. Абас, вы у нас исчезали и вернулись. Спасибо большое. За это время появился список свежих иноагентов, в котором есть, например, Светлана Ганушкина или, как я понимаю, политолог Андрей Колесников. Известные вам наверняка люди. Сегодняшний пятничный фактор. Я хотела бы закончить, если можно, разговор про вот эти вот свободомыслящие регионы и как символ свободомыслия такого отдельности Татарстан. Как вы считаете, накажут ли за такое демонстративное сопротивление федеральное руководство руководителя Татарстана? Ну, знаете, я думаю, что все-таки нет. Сопротивление было оказано вот в такой степени, ну вот ровно до того момента, значит, когда и где, но все-таки они вот роковую черту, когда надо наказывать, ну, не пересекли. То есть вот они в достаточной степени продемонстрировали свое недовольство происходящим, но в целом бунтов все-таки не подняли, не устроили, согласились. Да, и поэтому я думаю, что все-таки наказывать не будут. Ну, Кремлю, будем честно, не до Татарстана. Если он еще сейчас с Татарстаном начнет разборки устраивать, ну, это вот самое глупое, что он может сделать, потому что у него и без того проблем хватает. Нельзя до бесконечности множить число врагов. Ну, то есть Путин, да, и Кремль, они в целом, они, конечно, этим на протяжении долгих лет занимались. И, собственно говоря, они пришли сейчас в этот самый стратегический тупик, в котором оказались. И не знают, как оттуда выбраться. И, в общем-то, все идет к концу режима. И в этой ситуации продолжать действовать в том же духе, мне кажется, но сейчас они уже не будут. Уже все-таки, ну, надо, извините, быть круглым идиотом, а они все-таки не круглые идиоты. Да, они, ну, мне кажется, вот неудачи в Украине, на фронте, они все-таки в значительной степени какую-то часть мозгов там прочистили. Да, и понятно, что вот в направлении там украинском, на украинском направлении, на антизападном направлении, там они беснуются и демонстрируют полную неадекватность. Но на всех остальных фронтах, мне кажется, они должны действовать более разумно. Впрочем, давайте не будем за них задать. Трудно вообще предсказать поведение чокнутых. И понаблюдаем. В принципе, это будет очень неплохой индикатор, если они попытаются сейчас что-то там, какие-то разборки устроить с Татарстаном. Но это будет свидетельство того, что они реально ковкнулись. Если они этого не будут делать, то это будет подтверждением моего тезиса о том, что все-таки они в какую-то степень адекватности сохранили. На самом деле, это очень интересный тезис. Какие выводы имперская политика Путина, распространяющаяся на Украину, каким образом она отсвечивает на всю остальную страну? Ведь действительно, ясно, что мы уже много про это говорили, про колониальный дискусс и про поведение России как империи. Но это же тоже часть этой империи. Это же тоже регионы, которые в той или иной степени страдают от имперского и такого колониального поведения России. Можно ли сказать, как вы сейчас предположили, что действительно стали мягче и аккуратней со всей остальной стороной, ведя войну в Украине при этом? Нет, я не говорил про то, что они стали мягче. Они закручивают гайки вовсю. Вот вы только что длиннющий список киноагентов очередную порцию зачитывали. И 40 они дают огромные, и совершенно ни за что. Количество уголовных дел, которые они возбуждают, давно превысило всякие разумные пределы. Ну, то есть уже в 21 веке они, в принципе, воспроизводят события столетней давности, 30-е годы. И, в общем-то, ни о какой мягкости речи не идет. Речь шла об адекватности, о том, что нельзя рубить сук, на котором ты сидишь. Режим держится за счет лояльности элит. Зачем создавать дополнительно фронту там, где ее, в принципе, можно избежать. Просто не надо без необходимости множить число врагов в ситуации, когда врагов у тебя и без того хватает. Вот о чем речь идет. То есть речь идет не об оттепеле ни в коем случае, а просто об адекватности. Это же не одно и то же. А так, в целом, конечно, Кремль абсолютно закрутил гайки в отношении всей остальной страны. Все регионы – это абсолютно бессубъектные сейчас существа. То есть губернатор, по сути, является сейчас, знаете, чуть больше, чем просто клоуном. На него возлагают ответственность постоянно за какие-то обычно непопулярные вещи. Да, но при этом его начисто лишили возможности влиять на происходящее событие. Все более-менее значимые чиновники в регионах давно выведены из подчинения губернаторов и замкнуты на свое федеральное руководство. В первую очередь речь идет о силовиках. У губернаторов сейчас, по сути, есть только одно право – это право приезжать в Москву и ходить по кабинетам с протянутой рукой в надежде на то, что им там перепадет что-то из того, что они раньше перевели в Москву, потому что экономика страны все-таки в стране, в глубинке. То есть Москва высасывает буквально, в смысле слова, все соки из регионов. И регионы это чувствуют. И если есть что-то, что объединяет региональные элиты с населением на этих территориях, то это как раз антимосковские настроения, возмущение политикой федерального центра. Слушайте, вот в 2018 году был очень характерный пример. На Дальнем Востоке, может быть, вы помните, тогда была компания, всю осень она шла в Тритура в Приморском крае. Губернатора Кремля не мог избрать. Там коммунист закусился, Ищенко, значит, против кремлевского движенца. И Кремль там по ходу дела отменял итоги голосования, менял своих кандидатов, вот этого там неудачника убирал, ставил вниз. В конце концов поставили этого Кожемяка. И, в общем, с трудом огромным, с таким напряжением административного ресурса все-таки его избрали в Тритура. Ну, жестко сфальсифицировав выборы. Так вот, сама избирательная кампания Кожемяка, кремлевского, повторюсь, кандидата, была очень характерной. Там весь местный интернет был забит мемасиками, которые делали, штаб Кожемяка делал. Значит, штаб возглавлялся людьми из Кремля, из управления внутренней политики, технологами которых прислал Кремль. И они там, значит, условно говоря, там на картинке, значит, где Кожемяка выпинывает из своего кабинета, буквально в смысле слова, значит, каких-то чиновников со словами «убирайте свою Москву». Да, то есть он, я, он обыгрывал, кремлевский кандидат, они понимали, что он не выиграет эти выборы, что вот эти антимосковские настроения настолько сильны в, значит, даже в Приморье, не в национальной республике, типа Таташстана или Башкортостана, или Тывы там в Икутии, да, или на Кавказе. А, в общем-то, русский регион, да, но там антимосковские настроения настолько сильны, что если ты их не оседлаешь и не смягчишь, по крайней мере, да, вот свой образ московского ставленника, то ты просто не выиграешь даже с помощью админресурса. И поэтому ему тогда было позволено открутить назад гайки, которые закручивал центр. Вот для Приморья там сделали поблажку, значит, в части ГЛОНАССа тогда. Я сейчас нюансы уже не помню, все-таки сколько, 4 года уже прошло. Но, значит, вот Кожемяка было позволено, он демонстрировал своим, значит, заставляет ГЛОНАСС устанавливать, например, на все автомобили вместо других систем, которыми там местные водители пользуются. Ну, то есть это общее федеральное решение, по всей стране, значит, ГЛОНАСС у всех машин должен стоять. А Кожемяка договорился с федеральным правительством и для Приморья сделали исключение. Это во время избирательной кампании. Он тогда в Рио был, да, временно исполняющий обязанности. И вот таких историй, когда, значит, он защищал демонстративно, публично, защищал интересы своей территории, территории, где он хотел избраться, перед Москвой, выкидывая буквально, в смысле слова, вот на предуборных плакатах, значит, этих кремлевских чиновников из своего кабинета, да. Вот это как раз и говорит о том, насколько на самом деле сильны эти настроения. Вот сейчас, ну, в Татарстане их, значит, Кремль в очередной раз усилил. Понимаете, огромный, на самом деле, такой потенциал копится в регионах, да. Путин, ну, на самом деле, то, что сделал Путин, строго говоря, ну, в какой-то части централизация была необходима, потому что в 90-е годы действительно система потеряла управляемость абсолютно. То есть нужно было там централизовать систему, условно говоря, там, на, если в каких-то условных единицах сейчас изобретем, да, какую-то, там, вот 100 единиц, да, надо было это сделать. А Путин это сделал, там, закрутил гайки, централизовал страну, там, тысячу или 10 тысяч этих единиц условных, да. То есть во много раз больше, чем было нужно. И, конечно, это привело к возмущению, к страшной нелюбви и к страстному желанию, значит, дистанцироваться от центра. Пока это незаметно, пока бушуют вот эти военные страсти. Но когда-нибудь это угаснет. Ну, это будет вот как в 17-м году, значит, когда война ушла на задний план, да, перестала быть окончательно популярной, людям это все надоело, и Россия начала разваливаться. Та же Украина, значит, ну, вот в 17-й год это все происходило, да. Да, мы увидим, я уверена, как сорвет те гайки, о которых вы говорите, при закрутке на 2000 или на 200, при необходимости на 100. Спасибо большое. Это была База Галямов, политолог. Мы говорили об имперской политике России внутри страны и о том, как от нее на этот раз пострадал Татарстан.